Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами рисунок, место науки и инженерии в развитии общества. Раздел «Геостратегия». В таблице представлено, как должно развиваться общество в парадигме модерна и научно-технического прогресса. Идти нужно сверху вниз, от научного поиска к конечному потреблению. СССР загнали нижние уровни в госплан и практически отказались от КЭПС. США после победы в Холодной войне сделали еще хуже. Пошли обратным путем – снизу вверх. Западный путь стал эталоном для всего мира. Из-за уничтожения образования исчезли кадры для верхних трех строк. Запад компенсировал глупость, собирая таланты со всего мира. Но старый запас иссяк. Оставшиеся не готовы ехать в чужую страну. Возраст, традиции, патриотизм. Другой проблемой является идущий снизу принцип управления наукой и инженерией, состоящий из манагеров. Что не позволяет добиться результата, даже имея соответствующие кадры. И да, дела во всем мире столь жуткие, что оставшееся советское наследие позволяет нам восстановиться и запустить верхние три уровня. Очень тяжело, но можно. А остальное придется создавать с нуля, чуть ли не из 19 века.